Качественное образование, индивидуальный подход к каждому ребенку, желание учителя передать свои знания ученику, профориентация, чтобы по выходу из школы молодые люди не оказались неприспособленными к жизни. Вот задачи, которые стоят перед учительством города Бреста на нынешний период, и именно они обсуждались на городском педсовете. Сегодня все школы готовы к началу учебного года, и мы много выложили денег, сил, умения и желания для того, чтобы школы выглядели достойно. Но не это основное. Основное, как мы будем учить детей и чему будем их учить. Поэтому в сегодняшнем конференции мы на эту тему будем вести разговор. Это и база, с которой мы будем заниматься, то есть учебники, литература, это компьютерная техника, это совмещение шестого дня с учебным процессом, и многие другие вопросы, которые требуют всесторонной подготовки нас, как педагогов. Ключевая задача, и она ничем не отличается от постановки задач в других регионах, это качество образования и воспитания наших деток. Брестские педагоги с честью несут возложенные на них задачи, функции выполняют в полной мере, и об этом свидетельствует стабильная, четкая работа системы образования города Бреста в минувшем году. Председатель городсполкома четко определил задачи Брестского учительства, поставив во главу угла воспитание патриота и гражданина Родины. Если бы не было учителей, не было бы и нашего государства. Подчеркнул мэр города, педагоги были и остаются основными проводниками идей развития Брещины и основной ее стабильности. Поэтому нужно от теории переходить к практике, от заинтересованности к познанию и казам ремесла. Нужны новые методики преподавания, развитие творческого потенциала учащихся и студентов. Нужны первые шаги во взрослую жизнь уже в школьные годы. Это не пустые слова. Именно на эти моменты делался акцент на форуме педагогов. Мы учим детей, мы стараемся им предоставить качественное образование. Но главное, чтобы в итоге всех тех процессов, которые заключает в себе школа или понятие образования, каждый из них стал человеком и вышел из школы достойным гражданином своей страны, который мог бы ориентироваться в жизненном пространстве, который мог бы быть адаптирован к различным жизненным условиям, в том числе и на рынке труда. Материально-техническая база у педагогов областного центра, прекрасная школа, детские сады, внешкольные и спортивные учреждения – все это есть в полном объеме. Они удовлетворяют запросы учеников и учителей, и родителей. На их подготовку к новому учебному году выделены из бюджета огромные средства. На образование экономить никто не будет. Это прописано и в законе Республики Беларусь об образовании. В прошлом учебном году гимназия подтвердила свою аккредитацию на соответствие заявленному типу Департамента контроля качества образования, Министерства образования. Проводились контрольные срезы. Выпуск 2013 года показал хороший результат, и 97% наших учащихся обучаются в учреждениях высшего образования Республики, ближнего и дальнего зарубежья. Хочу сказать о том, что конкурс поступления в гимназию всегда достаточно высок. В прошлом году он составил два человека на одно место, и проходной балл составил 52 балла. Мастера своего дела – большинство педагогов. И хочу сказать о том, что родители со спокойной душой отдают своих деток к нам в гимназию. И уверены, что через 7-8 лет они будут замечательными людьми. Обучение и воспитание – вместе к профессионализму и успеху. Такова тема городского педсовета. И она обусловлена теми задачами, которые стоят сегодня перед всей педагогической общественностью. Учить нужно не только грамотно писать и быстро считать, владеть иностранными языками и разбираться в основах химии и биологии. Выпускники школ должны быть приспособлены к жизни. А это значит, они обязаны быть профориентированы. То есть уже в учебном заведении их нужно направить на избрание той специальности, которая пригодится в дальнейшей жизни. Задачи сложные и без единства с ними не справиться. Триколор должны составить семья, школа и государство. Терпение. Потому что дети разные. Дети всякие. Терпение. И сделать так, чтобы детям было на занятиях интерес. Чтобы они не ходили на отбывание какой-то провинности, а шли с интересом. Чтобы каждый урок им давал что-то новое. Чтобы они поздавали себя в жизни. И то, что поздают, не сличие и сужие. Поэтому я им хочу пожелать удачи, успеха, здоровья и терпения.